Здравствуйте всем! Мы опять с вами. Thank you very much, Avraham, for having me at your shul today. Это мой старший брат, Рабай Аврагам Табибов. Это наш третий эпизод «Вопросы с Рабай Аврагам Табибовым». И у нас пришли очень и очень интересные вопросы сегодня, на котором я буду спрашивать у моего брата, и он нам даст ответы на этом вопросе. Если вам тяжело меня слышать, пожалуйста, дайте мне знать, потому что я так не буду знать, телефон немножко подальше, но я постараюсь посмотреть ваши комментарии. Очень интересные сегодня у нас вопросы. Если вы знаете кто-то, который хочет тоже подсоединиться с нами, сделайте share наш видео, чтобы они тоже смогли это с вами увидеть. Once again, thank you so much, Avraham, for letting me have this episode with you in your shul. I really appreciate you spending the time and dedicating your precious time and helping us answer these questions. Во-первых, я очень рад, что моя сестра к Йохевет. Очень много людей говорят, «Аврам, у тебя очень умные сестры». Вот, Цивия по-своему, Йохевет по-своему. Я очень горжусь вами. Thank you. И дай бог, чтобы вы всем вот так помогали, советами. Все очень и очень довольны. Я очень рад, что ты снова с нами, и чтобы всегда почаще приходила. Мы будем очень рады. Пожалуйста. Thank you. Значит, первый вопрос такой. Мы знаем, что скоро у нас дается праздник Пасха. И в этом году попадается Пасха субботу вечером. Пятница, как всегда, шаббат, а субботу вечером первый седр Пасхи. Как правильно справлять Пасху? Можно ли кушать хлеб в пятницу вечером? И скажи, пожалуйста, нам законы Пасхи в этом году. Итак, этот вопрос очень много людей мне задали. Во-первых, я хочу успокоить всех, что в следующем году Пасх попадает на пятницу вечером. Это будет пятница и шаббат. В этом году я уже сделал лекцию, которая называется «Пасх субботу вечером. Что делать?». Очень много людей уже увидели это на YouTube. Я поставлю это на твой Facebook-пейдж, для того, чтобы люди могли посмотреть. Во-первых, я там говорю два варианта, как можно правильно это сделать. И это правильный вариант, и второй вариант тоже правильный, хотя я больше склонен ко второму варианту. И там в этой лекции, где я даю, я там говорю веб-сайт, который называется jsor.org, и там есть целый-целый список, какие продукты должны быть пасхальные, какие нет. Поэтому это очень длинный ответ, что надо делать. Поэтому я всем советую послушать мою лекцию «Пасх в субботу вечером. Что делать?». Мы это вам поставим после того, как мы закончим наше интервью. И все могут послушать на YouTube, и там будет ответ на этот вопрос. Немножко можешь сказать, тоже ответят те, которые не знают или не имеют YouTube, что делать. Можно ли кушать хлеб в пятницу вечером? Значит, если, например, человек хочет рано утром проснуться, почитать молитву в шаббат, в шесть часов он молится, в девять часов он уже дома. До десяти часов можно кушать хлеб. И надо все то, что осталось, выкинуть, сжигать шаббат нельзя. Надо быть очень осторожным, потому что посуда должна быть одноразовая на столе. На кухне уже все пасхальное, на столе одноразовое, для того, чтобы хлеб не перемешался с пасхальной посудой. Поэтому это не так уж хороший вариант. Хороший вариант можно использовать «эгмаца». Это в двух словах ответ на наш вопрос. Окей. Значит, другой вопрос ко мне пришел. Это немножко… Это очень интересный вопрос. И надеюсь, что никто не должен через это проходить. Но в жизни бывает всякое. Поэтому вопрос, чтобы подготовить себя к вещам, которые мы не можем предвидеть. У одного человека очень сильно болеет родственник. И доктора сказали, что этот родственник, не дай бог, может в любой момент уйти с этого мира. Они спрашивают, в этом году пасха начинается в пятницу вечером, шаббат, потом в субботу, воскресенье, и в понедельник кончается праздник. У них очень сильно заболел человек в семье. Если, не дай бог, этот человек умрет в пятницу вечером или в субботу днем, мы не можем похоронить его до вторника. Какие законы «морнинг», какие законы «авейлус» у этого человека, как это правильно, не дай бог, конечно, чтобы это никто не видел, но как это правильно, законы траура, как это делается в этом году? Во-первых, мы молим Бога, чтобы Бог всем дал рафуашлем, от всем, кто болен, чтобы все жили долго-долго и не болели. Если, например, человек умирает в пятницу и не успеет его уже похоронить перед Пасхой, если похоронный дом может его цело забрать до того, как наступит шаббат, это будет 26 марта вечером, пятница, 27 ночи марта заходит Песах, если они его тело могут забрать и поставят холодное место, то это хорошо, что успели забрать. Но есть, например, человек умер в пятницу вечером и до понедельника вечером ничего нельзя делать, поэтому в этом случае нельзя звонить, чтобы забрали его тело, нарушать Йом-Тоу, потому что уже нельзя нарушать шаббат и праздники. Нужно будет открыть окно, чтобы дома было в комнате, чтобы прохладно было. Для того, чтобы не было плохого запаха, надо, чтобы было помещение прохладное, надо поставить руки и ноги вместе умершего. Для того, чтобы челюсть не упала, надо завязать платок, двойной узел нельзя делать, только один узел, и только, когда заканчивается праздник, его тело могут забрать. Но еще раз, мы молим Бога, чтобы этого не происходило, но в жизни много чего может произойти. Во время Талмуда, если вот такая ситуация происходила, то просили, чтобы не евреи, они его хоронили на Йом-Тоу. Значит, если, например, человек умирал, это было 2000 лет тому назад, если, например, человек умер в пятницу и потом два дня Песаха, то они просили евреи, не евреев, чтобы забрать тело, не евреи, они все приготавливают его, и они копают, и еврей только стоит и говорит, так, так, дело, мудрецы разрешили, особенно на второй день Йом-Тоу, во второй день Йом-Тоу, мудрецы разрешили, чтобы не евреи хоронили. Сегодня реформисты это делают, но мы не имеем права этого делать, потому что есть очень много нарушений, вот, во время Талмуда, и даже в Самарканде, когда скончался один человек, который, я не хочу, его имя говорит, очень уважаемая семья, что, когда этот человек ушел из жизни, молодой парень был, ему было 17 лет, то евреи попросили местных жителей, узбеки и таджики, чтобы они его хоронили, евреи пошли, пешком, конечно, все это было, они пошли на кладбище, не евреи копали, хоронили, а евреи читали молитвы. Сегодня, в наши дни, если человек умирает, а надвигается в Песах, то есть, например, не могут его забрать, потому что нельзя нарушать шаббат и емтов, то надо будет, еще раз, чтобы в комнате было прохладно, окна открываются, тем более, сейчас еще прохладно, и надо будет ждать, чтобы закончился праздник, и дай Бог, еще раз, чтобы никто не умер, чтобы никто не болел, и это короткая ответ на наш вопрос. Когда начинается 7 дней, когда человека уже хоронят, значит, 7-дневный траур, когда человек услышал, что у него кто-то умер, уже ему нельзя стричься и бриться, уже ему нельзя, пока человека не похоронили, мясо кушать нельзя, но в шаббат и в праздник нет траура, поэтому можно ему кушать мясо в шаббат и в Песах, как только заканчивается второй день Пасхи, уже простой день, уже можно включать свет, можно пользоваться телефоном, уже этому человеку нельзя кушать мясо, курицу, пока не похоронят, нельзя пить вино, нельзя кушать мясо, курицу, много людей этот закон не слышали, после того, как его похоронили, можно кушать мясо и курицу, значит, когда человек умирает, первым долгом, когда он умирает, если можно пользоваться телефоном в простой день, мы говорим, надо позвонить доктору, чтобы его ввел в компьютер, что он умер, пока доктор не напишет в компьютер, что он скончался, его тело не могут забрать, есть разница, если человек умер дома или если он скончался в больнице, если он умер дома, если у него есть то, что называется гаспез, уже они знают, чем он болел, уже они знают, от чего он скончался, уже у него есть история его болезни, но если этот человек умер дома и у него нету то, что называется гаспез, то, чтобы его тело отдали, то это очень и очень большой, долгий процесс, поэтому я советую у каждого человека, у кого есть пожилые люди, чтобы они записались в эту программу, которая называется гаспез, ибо если человек умирает дома, не все люди умирают в больнице, правильно? То этот человек его легко будет тело забрать. Значит, первым долгом, когда умирает человек, надо доктору предупредить. Доктор, человек, он может умереть в любое время. Мы, евреи, умершего долго не держим. Мы его стараемся похоронить сразу, тем раньше, тем лучше. Поэтому мы не хотим, чтобы мы вас искали, потому что вы можете трубку не поднять в 2 часа ночи. Или, может быть, вы уехали на викейшн во Флориду, чтобы мы вас не искали, чтобы вы уже были на чеку, если мы вам позвоним, чтобы вы быстро написали его в компьютер, что он ушел из жизни. Потом человек звонит в похоронный дом, они его тело забирают, и потом надо, чтобы похоронный дом знал, где вы будете его хоронить. Ашкеназы, наши братья, когда они хоронят умерших, большинство из них, они не ставят лежачие памятники. Они только ставят стоячий памятник. Мы бухарские евреи, и также есть ашкеназские, русскоговорящие, которые ставят лежачий памятник тоже. Этот лежачий памятник называется ledger. Чтобы он не оседал из-за тяжести, памятник он оседает. Для этого надо поставить бетон. Это бетонная компания, и клабиш – это две разные компании. Поэтому если человек намерен поставить лежачий памятник, чтобы никто не топтал по месту погребения, надо, чтобы похоронный дом позвонил также бетонную компанию, что нам нужен бетон, чтобы его тело поставили внутри этого бетона, чтобы потом лежачий памятник мог ровно стоять и не оседал. Поэтому надо знать, там будет лежачий памятник или не будет. Теперь, если человек, он умер, его похоронили в середине Пасхи, есть спор, надо ли порвать ему одежду на Песах или рвут одежду после Пасхи. Мы идем по тому мнению, что мы должны порвать одежду скорбящим, они эту одежду сразу снимают, и потом после Пасхи они обратно надевают эту порванную одежду и отчитывают скорби. Когда начинается семидневный траур, мы начинаем первый день отчитывать с восьмого дня Песаха. Так как в Израиле уже заканчивается Песах на седьмой день, мы до сих пор держим Песах, хоть даже на восьмой день Песаха траур еще не существует, но уже считается один день уже прошел. Вот как восьмой день Песаха наступил, уже первый день отчет. То есть после Пасхи еще шесть дней. И если у любого человека будут вопросы, если, не дай Бог, не дай Бог, кто-то уходит из жизни, вы можете звонить в любое время. Значит, ты сказал очень интересную вещь про хаспес. Много людей, которые смотрят, не знают, что такое хаспес. Я работаю в больнице, и, конечно, у нас всякие ситуации приходят, где пациент на респираторе, они имеют дыхательную трубочку. И вопрос всегда, можно ли снимать эту трубку или нельзя? Что такое хаспес? Объясни, пожалуйста, хаспес это уже конечные дни пациента. Если мы знаем, как доктора, как медицине, что у пациента остались считанные дни, у них четвертая степень рака, или они уже имеют сильную дименцию, у них уже считанные дни. Мы ставим пациента на хаспес, значит, мы лишний раз не берем у них кровь, мы лишний раз не делаем всякие процедуры, мы знаем, что этот человек остается comfortable. Мы сделаем так, чтобы он дышал нормально, чтобы не был у него никакой-то стресс. Но скажем, что этот человек до того, как мы поставили его на хаспес, он заболел коронавирус, не дай бог, или какую-то болезнь, у него дыхательная труба. Можно ли эту дыхательную трубу снимать? Когда человек, не дай бог, он умирает, если ему поставили аппарат, чтобы он мог дышать, уже этот аппарат снимать запрещается, как будто человек его годы жизни уменьшает, сокращает. Но если этот человек ему не поставили этот аппарат, все, он умирает натуральным образом, но и как только поставили, уже его снимать нельзя. Только можно снимать, если этот человек уже brain dead. Если уже мозги не функционируют, уже brain dead, уже можно снимать, даже если он еще дышит под этой машинкой. Если уже компьютер показывает, что никаких сигналов с мозгов не поступают, уже этот человек можно снимать аппарат, и это уже не считается, что убили этого человека, не дай бог. Окей, еще один вопрос. У нас еще два вопроса осталось. Еще один вопрос мне послал. Кто-то и спросил такой вопрос. Эта женщина говорит, я очень близкие отношения имею с своей мамой. Когда у меня проблемы между своим мужем, я не знаю, с кем говорить, я только знаю свою маму, потому что я с ней в хороших отношениях. Но когда я иду к своей маме, рассказываю, что меня муж обидел, или у нас какие-то семейные проблемы, вместо того, чтобы моя мама меня как бы давала на сход и давала мне хорошие советы, чтобы я приблизилась к мужу, она мне всегда напоминает и говорит, что у тебя муж, что ли? Ты смотри за кого-то вышла замуж, смотри на себя и смотри на него. И делай так, что я наоборот не хочу к нему обратно идти. Я всегда себе говорю, что я не буду больше маме ничего рассказывать, но в этот момент я забываю, у меня стресс, я хочу кому-то высказаться, и у меня такая ситуация. Что делать мне, тебе, чтобы я не влияла на мамина совет? Каждый родитель хочет, чтобы его сын или дочь были счастливы. Все то, что человек делает, он делает, чтобы его ребенок был счастливым. Когда человек женит своего сына или выдает замуж свою дочь, он молит Бога, чтобы эта пара никогда не ругалась. Но в жизни обязательно будут, что бывают разногласия, бывают споры. Наоборот, если у человека никаких споров в жизни нет, значит там что-то не так. Теперь иногда человек хочет дать правильный совет, но он не только правильный совет не дает, он еще иногда хуже делает. Если человек видит, что его мама, хоть даже мама, она любит ребенка больше, чем все любые на свете, но иногда человек, он может быть умным, что он хороший парикмахер, иногда человек знает хорошо профессию, что он хороший слесарь, он хороший доктор, но иногда он не хороший советник, иногда он дает неправильные советы. Значит родители, когда слышат, что дочка жалуется или сын жалуется, когда ребенок уже помирился со своей женой или она помирилась со своим мужем, то родители до сих пор смотрят на своего зятя или на свою невесту, как будто это нехороший человек. Все равно вот эта обида остается, что он обидел мою дочь, она обидела моего сына, поэтому мы должны знать, что родитель, конечно, это самое близкое, что у человека есть, но мы должны знать, что когда хорошо, родителям надо говорить, мама, слава богу, у нас с мужем все хорошо, только жаловаться и только говорить, у нас проблема, а потом, когда помирились, не говорить, а она там, мама переживает, отец переживает. В этом случае, когда мать натравляет дочь, говорят, твой муж нехороший, ты еще молодая, красивая, ты еще выйдешь замуж за другого, выкинь его, он нехороший. Это очень и очень опасно давать такие советы. Если на самом деле там что-то серьезное, что он ее сильно избивает, что он может ее, не дай бог, покалечить, что большие шрамы есть, тогда, может быть, надо послушать маму, что, может быть, на самом деле надо развестись. Но если она говорит, твой муж нехороший, посмотри на других мужей, как они своих жен всегда возят на векейшн, как они покупают им мерседесы и так далее, то когда человек дает такие советы, это очень и очень опасно. Если у женщины есть подруга, которая охлаждает ее сердце против ее мужа, особенно если эта подруга, она сама разведенная, и ей больно видеть, что у нее подруга счастливо живет, или она не счастливо живет, но в жизни бывают проблемы, и она говорит, видишь, я развелась, я сейчас свободная, это очень и очень опасно. Поэтому не каждому человеку можно говорить про семейные проблемы, потому что, как я сказал, когда вы с мужем помиритесь, то они будут на вас смотреть, что вы еще до сих пор ругаетесь, и это может даже плохо повлиять на ваших детей. Они скажут в этой семье всегда скандалы, поэтому надо знать, каждый парень, каждая девушка, муж, жена, они должны иметь рабая, которому они доверяют. И есть один рабай, к которому очень много людей к нему обращаются, мы даем их номер, и этот рабай и его жена, они помогают молодым, и много-много людей они помогли, чтобы они не разводились, поэтому надо, чтобы каждая пара, они имели своего рабая, и чтобы советовали с ним, но родителям, конечно, родители это самое дорогое, самое хорошее, надо быть очень осторожным, кому рассказывать проблемы, кому нет. Thank you very much. Последний наш вопрос на сегодня. Мы такой вопрос уже спрашивали наподобие в тот раз, когда мы имели question and answer, но это немножко другой, поэтому даже если она будет звучать, как будто это то же самое, опять послали нам этот вопрос, другой человек, значит, Бог еще раз хочет, чтобы мы этот вопрос спросили. Пишет мне одна женщина и говорит, у моего мужа большой стресс, давление поднялось, у него очень и очень депрессивное состояние, потому что мой муж и его отец в плохом отношении. Каждый раз, когда он идет к своему папе домой, папа на него злой, не знаю почему, у него тоже какая-то депрессия появилась у папы, и вдруг он всех своих детей начинает проклинать. Он моему мужу говорит, чтобы у тебя рак стал, что у твоего ребенка машина сбила, я давним-давно уже тебя похоронил, ко мне больше домой не приходи, забудь про меня, я про тебя уже давно забыл. И это так больно моему мужу слушать, потому что он хочет уважать своего отца, но отец напоминает ему, что уже он похоронил своих детей. Вы не мои дети, он говорит, оставьте меня в покое, я вас уже забыл, меня тоже забудьте. Какой на это закон ребенку насчет уважения родителя в такой случае? Как можно уважать папу, если папа уже проклинает и говорит, вы для меня не существуете? Человек должен знать, что он должен любить своих детей, он должен знать, что когда он покинет этот мир, дети будут его спасать, чтобы он не попал в ад и будут читать Каддиш. Иногда папа на ребенка злой из-за разных причин, или потому что ребенок его не уважает, или потому что он просто, у него плохое настроение. Если этот ребенок, я предполагаю, что он уже сам женат, он уже взрослый мужчина, если его жена этот вопрос задает, то Гамара говорит нам страшное предложение, что если человек не видел своих родителей, то есть трудно угодить родителям, человек должен стараться, чтобы родители были от него очень довольны, но иногда человек может стараться и все равно родители недовольны. Был один случай во время Гамарама Сахет Гедушин, страница 33, что один рабай, вот так его мама мучила, в его случае мама его мучает и мучает и мучает, и он уехал в другой город, потому что он не смог, она каждый раз ему мешала и надоедала. Мы бухарские евреи, как мы уважаем папу и маму, много людей от нас берут пример. Человек должен стараться, чтобы папа и мама на него не были злые. Ко мне позвонил один человек, мы имена не говорим. Он говорит, раба, я проклял своих детей, а теперь я не знаю, что мне делать. Я хочу эти слова взять обратно. Он проклял своих детей. Это называется хатарат клалот. Если человек, не дай Бог, кого-то проклял, человек не должен никого проклинать, потому что иногда это уже поздно, уже Бог сказал аминь как бы. Поэтому, если человек, не дай Бог, кого-то проклинает, этот сын, если видит, что папа постоянно на него злой, он пытается папе угодить, но папа его видеть не хочет, что ты обратно к нему идешь, обратно его нервируешь. Не надо, если он видит, что его папа его проклинает, не может он никак угодить своему отцу, то он должен поговорить с мамой. Может быть, мама может его успокоить? Они разведены. Или спросить, что сделать, что папа был довольный? Вот однажды мне рассказали, мы имена не говорим, что одна девочка пошла в ресторан, и она увидела своего отца. Она живет со своей мамой, папа, мама разведенный. Она подошла к своему отцу, она еще не замужем, молодая девушка. И она говорит, папа, здравствуй, я рад тебя видеть, а он даже не хочет на нее смотреть, не общается с ней. Это тоже очень некрасиво. Человек должен знать, что это твой ребенок. И мама и папа должны знать, что нельзя использовать детей в качестве оружия для того, чтобы мстить. Некоторые люди, когда разводятся, они подучивают своих детей. Не надо с папой разговаривать, он нехороший человек, он вам ничего в жизни не покупал, игрушки не дарил, он меня избивал. Нельзя, чтобы мама или папа подучивали детей против друг друга. Я знаю одного человека, он умер недавно. У него несколько детей, двое проживает в Израиле. Остальные живут здесь, в Америке. Когда он умер, его мама еще была живая. И она похоронила своего сына. Ему было 60 с чем-то лет. Его двое детей в Израиле не пришли на похороны. Я спросил, они знают, что их папа умер? Они кодиш читают? Они кодиш не читали. Они свою рубашку не порвали. Потому что мама уже им внушила, что ваш папа нехороший, это не папа. И вот так они даже не пришли на похороны, кодиш не говорили и траур не соблюдали. Поэтому это очень и очень нехорошо, когда отец с сыном или мама с дочерью или родители с ребенком в плохих отношениях, самый близкий человек это папа, мама, сын, дочь, жена, муж. Поэтому в первую очередь надо, чтобы они друг друга любили и уважали. Но в этом случае, где если сын видит, что папа на него постоянно злится, он не может его успокоить. Гмара говорит, лучше тогда уже не подходи. И надо, как говорится, знать, что если не дай бог, папа умрет, не дай бог, ты все равно должен читать кодиш, ты должен соблюдать траур, даже если он на тебя злился, тебя проклинал, ты должен все равно в сердце говорить, дай бог моему папе здоровья, дай бог, чтобы он успокоился, дай бог, чтобы он на меня не злился. Он должен постараться найти причину, почему папа на меня злой. Если он может это исправить, ему повезло. Но если папа просто так, он в депрессии, он на любого нападает, кричит, что ты можешь поделать. Он болеет, его надо лечить. Поэтому надо знать, почему папа это делает. Надо найти повод, причину, почему это происходит. Вау, thank you very much. Спасибо большое, Аврам, тебе. Я надеюсь, что этот эпизод вам всем помогло. Еще раз благодарю вас всех, что вы всегда смотрите и поддерживаете. Если есть какие-то еще вопросы, в следующий раз, когда мы это будем делать, пожалуйста, мне пишите, и я буду очень рада спросить этот вопрос у моего брата. Again, thank you so much. Спасибо, спасибо. Рад вас всех, что вы к нам присоединились. Спасибо, дай Бог, чтобы мы встречались в радостные дни. Варуха Адуна и Лаулам. Амин в Амин. Большое спасибо. Thank you very much.